То есть в итоге у нас должно получиться вот что-то вот такое. И сейчас, чтобы не заминать ничего, я сделаю пару клыков и отправлю ее в печку, эту дракониху. Ну давайте мы теперь такой ушной сделаем воротник, или как его даже назвать, не знаю. Но я попробую что-то такое изобразить сейчас. То есть мы возьмем вот эту вот иголочку, сделаем что-то вот такое. И вот сюда прилепим аккуратно. А затем уже проведем здесь скрепляющие такие жилы. Ну вначале я такой, что здесь надо, мы все-таки ее запекли, поэтому здесь надо сейчас аккуратнее так сделать. Вот чем хорошо, когда запеченная, что уже не боишься что-то нарушить. Можешь спокойно прилеплять тут как хочется, сколько хочется. И поэтому мы с вами тоже так поступим, что придавим сначала. И потом прежде чем здесь проводить такие, ну скажем, укрепляющие полоски, мы сначала тоже это дело запечем. Тем самым создав хороший объем нашей фигуры. Первые два видео пропустил. Дело в том, что я поменял, как я обещал, на белую. Стало более контрастно. Но в то же время стал отражаться свет, поэтому надо было убрать. Но теперь вроде все правильно. Так, не секрет, что я большой сторонник детализации. Кое-где может быть даже есть чересчур. И поэтому я предлагаю еще сделать еще один ряд декоративный. То есть вот так сюда его приложим. И теперь поделим на отдельные лепестки. Так, раздвигаем чуть-чуть. То есть чем больше у нас слоев, тем интереснее и объемнее смотрится наша деталь. Вернее наша модель. В этом случае вот этот самый драконище. Что-то такое впечатление, что это она. Не знаю почему. А что это такое во мне вызывает. Так. Тут сейчас подселим что-нибудь такое. Дракон очень интересное существо. Тут можно до бесконечности что-то делать такое. И все будет как бы верно. Сейчас мы тут тоже. Такую полоску панцирную. Вот так. Сразу. Железненький у нас такой стал. И прикрепляем естественно. Как же без этого. Здесь подрежем чуть-чуть. Чтобы не было у нас лишнего. Вот такое у нас драконище получается. Хороший мне нравится драконище. И теперь вот здесь проведем. Тоже наделаем морковку сейчас. Вообще зачем я делаю морковку, когда есть у меня экструдер. Так сказано, сделано. Из готовой колбаски-то легче сделать. Я такую морковочку. Прилепим ее вот сюда сперва. Все по-другому смотрится. Еще раз. И чтобы тут ничего не заминалось. Отправим-ка мы ее тоже сейчас. Хотя здесь я сейчас сделаю такие насечки. На концах. Так, а потом посмотрим, может что-то нам еще нужно здесь. После некоторого размышления я так подумал, что оставим мы это с кожаной перепонки. Типа, да, не надо тут ничего больше. А вот, скажем так, сюда, в это место здесь пробел. Поставим-ка мы одну шестереночку. Вот так. Вот и все. Итак, теперь настало время заняться нам крыльями. Я сделаю одно крыло на показ. А по этому же принципу потом вы сделаете и второе. Ну и я тоже. Только уже за кадром. Итак, начнем. Начнем мы вот с этого угла. Потому что, я так подозреваю, здесь будет самая главная шестеренчатая передача. Ну, с этого мы и начнем. Поставим сначала большую сюда. Так. Выровняем немножко. Кругленько. В центр что-нибудь поставим. По краям. Ну, в общем, создадим какой-то такой механизм. Да? Здесь можем поставить. Здесь, 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 здесь. Так. То есть, это уже на вашу фантазию. Я сейчас покажу, что получится уже в конце. Вот у меня вот что получилось. То есть, вот такой локтевой сустав. И от него я сейчас поведу различные укрепления. Вот эти вот тоже, как здесь такие. Ну, я даже не знаю, как их назвать. Лонжерона назовем их. Для укрепления крыла, скажем так. Ну, вот этим мы сейчас и займемся с вами. Вначале мы с вами, как бы, сравняем высоту. Чтобы не было у нас провала, ступенечек. Здесь я бы хотел сделать следующее. Я бы хотел сделать такую форму, как бы, небольшую. Может быть. С дырочками. Сейчас объясню, что я хочу. То есть, я бы хотел вот здесь сделать такую закрывашку. Чтобы снизу просвечивались, вернее, выглядывали наши шестеренки. И в то же время находилась под кожухом. Ну, назовем это кожух. Вот где-то так должно у нас это выглядеть. Поэтому мы сейчас так и обрежем. Отлично. Теперь нам надо подходящие такие. Чтобы вырезать так. Вырезка одна. И вот теперь вырезку вторую сделаем. И тогда у нас, по идее, должно получиться то, что я хочу. И здесь делаем два отверстия побольше. Таких вот, допустим, раз и два. И неплохо было бы это все тоже показать. Кое-где болты всякие разные, заклепки. Это было бы нам только на пользу. Вот такую штуковину мы после запекания и получили. Так, сейчас примерим ее. Как она будет у нас выглядеть. А выглядеть она будет хорошо. То, что мне и нужно было. Отсюда мы поведем основу для перепончатых крыльев. Ну и, я думаю, на этом с крылом можно будет закончить. Так, отлично. Вот так я эти направляющие проложил. Сейчас дам запечиться. Потом еще парочку сделаю здесь поперечин. Ну вот так, в принципе, должны они выглядеть, наши крылышки. Ну, теперь я здесь еще пропущу заклепочки кое-где. Так это, ну, как без заклепок-то держаться будет. Естественно, нужны заклепочки. Ну и потом последнее, что мы сделаем, мы сделаем здесь с вами когти. То есть, чтобы она держала ее. Ну, а пока там предпоследний раз дракониха. Все-таки это, наверное, дракониха. Запекается, мы с вами сделаем вот такие механические когти. А потом будем уже их крепить на корпус. То есть, я их делаю вот так. Беру такой кубик. Разрезаю здесь одна третья. Где-то получается такой вырез. Здесь закатываю ролик. Вот такой. Создаю, как бы, сустав. Так. Так. Вот видно. И катаю такой коготь. Хищный. Ну, таких мне надо шесть штук. Чтобы оформить когти, держащие сердце. Вот так. Ну, вот теперь начнем как-то так крепить. Сначала когти. Вот так. Вот так. Готово. Готово. Теперь с этой стороны. А потом уже мы сможем сделать ему здесь разные элементы. Сейчас еще. Думаю, эта вещь должна быть выше, чем остальные. И он получился ниже. Поэтому чуть переделаем. Вот так. Вот. Теперь у нас все хорошо. Держим когтями. Мне, как бы, еще вот тут не хватает тех самых заклепочек. Поставлю-ка я еще здесь. Ну, и последнее, что нам надо сделать, это нам сделать такие манжеты здесь. Наши драконихи. Я буду называть ее драконихой. Потому что по-невейски драха, наверное, это все-таки называют драха. Теща называет драха. То есть дракониха. Поэтому, я думаю, я точно не знаю, но, по-моему, это все-таки женского рода. И у меня тут такое ощущение, что это правда. Так. Вот сюда заведем. Так, 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 так. И вот сюда здесь закончим. Вот так мы это сделаем. Отлично. Ну, и еще одну такую вырезать и поставить здесь уже. Давайте здесь поставим еще. Режем. Продавим здесь между пальцами. Вот так. Выделим немножко. И я бы еще вот тут сделал такие маленькие отверстия. Ну, это чисто для красоты. Ну, в общем-то, что мы и делаем. Мы делаем красивую дракониху. Механическую. Абсолютно драконную. Все, ребята, девчата, мы с вами закончили. Отправляем сейчас эту в печь. И потом уже покрасим. А, вот здесь я бы еще хотел пару, наверное, заклепочек. Сейчас я посмотрю, как это будет выглядеть. Не знаю, лишь бы не переборщить тут уже. Так, достаточно заклепок. Ну, посмотрим сейчас. Я возьму заклепку. Сейчас сделаю. Поставлю я сюда. И вдавлю туда. Планета, вроде бы, нормально. Нет перебора еще. Все-таки дракон. Так, еще я кое-что хочу. Вы знаете, мы столько время провозились с этим животным, что жалко было бы что-то еще такое не сделать. То есть я сейчас хочу провести здесь маленькие то ли провода, то ли трубопроводы, не знаю. Так, то, что есть желание. Еще чуть-чуть повозиться. И все будет уже так, как мы себе запланировали. Даже лучше того. Так. Вот, хорошо. И теперь мы еще отсюда пропустим. То есть осмысленно соединим вот эти как бы отверстия с крылом. Я думаю, что она это уберет пустоту и будет только на благо служить. Так. И сюда. Что-то отвалилось. Вот так это будет выглядеть. Так. Ну, даже и хорошо, как жилы на перепонках. Поэтому, удовлетворившись результатом, сделаем еще одно. Что-то такое подобное. Так. Сюда, сюда, сюда. Трудно завести, чтобы держалось. Мы ничего, справимся. Не вперед. Так. И вот тут. Да, закончим. Так, хорошо. И последний. Последний штрих. Вот так. Возьмем подлиннее. Тоже пропустим сюда. В отверстие. Так, 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 так. Тут, в общем-то, лишь бы прилипло. Как уж она там будет размещаться. Нам главное, чтобы она прилипла. Так. Все. Отправляем в печку. Здесь, может быть, еще. Никак не могу остановиться. Все, кажется, что что-то не хватает. Ну, теперь должно быть все на месте. Готово дракониха. Я думал, что покраску можно было бы и не показать, потому что, в принципе, ничего нового здесь, наверное, не будет. Ну, во-первых, из уважения к тем, что смотрят нас первый раз. Я сам не люблю, когда мне посылают в прежнем видео искать копаться. Поэтому, поэтому, как бы, как бы, начинаем мы с коричневой краски и покрываем нашу дракониху. Все-таки я решил, что это дракониха. Слоем ржавчатый. Слоем ржавчатый. Слоем ржавчины сначала. И в пуплости. Для чего мы возьмем серебряночку. Тоже это, как это, по пенопласту. Хороший материал именно для размазывания, получения сухой кисти. Потому что именно этот эффект мы и собираемся делать. Как всегда, я повторяю, что не пытайтесь красить. Пытайтесь просто наносить штрихи, создавая тем самым эффект. Так, и мы видим в итоге, что, да, мы добились вот этого эффекта ржавого железа. Но, но, сейчас еще закончим здесь. Сердце у нас, как бы, немножко пропало. Поэтому, я с самого начала думал, что выделить его я смогу, если возьму медную краску и начну, как бы, такое, кровавое сердце подчеркивать. Теперь, когда наш дракон готов, мы можем найти для него подходящую, допустим, рамочку. Поместить его сюда. Вот так. Поместить его в рамочку, немножко оторвав от груда, оформив здесь, тоже, как я в свое время делал, с другими картинами. И, я думаю, что будет довольно-таки неплохо выглядеть наша дракоша. Наша дракоша. Ну, все. На этом фирма Петерсон и я, Эдуард Петер, прощаемся с вами. Желаем вам творческих успехов. И, надеемся, что вы останетесь с нами, чтобы дальше осуществлять вместе наши проекты. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok